Всем доброго времени суток! Данное видео о воздушном картридже Solo Air и его сравнении со стандартной вариацией. Solo Air это две воздушные камеры, заполняющиеся через один ниппель, а стандартная это одна воздушная камера, заполняющаяся через один ниппель. Немножко теоретической информации. На поршне есть перепускной клапан, который при определенной нагрузке открывается и давление из позитивной камеры наполняет негативную. Эта процедура выполняется сотни раз во время поездки, поэтому давление постоянно выравнивается, что способствует плавной работе. Тогда как в стандартном исполнении картриджа мы можем закачивать только основную камеру, а роль негативной составляющей является стальная пружина. О позитивной и негативной камере я вкратце рассказал и в ролике о стандартном картридже, но повторюсь и здесь. Мы имеем трубку, поршень которой разделяют ее на две части, сверху и снизу. Позитивная предназначена для принятия основной нагрузки, а негативная для плавного начала. Без негативной камеры в начале хода будет ощутимо некое усилие, так как поршню нужно преодолеть силу давящую на него сверху. Но если негативная камера есть, эта сила уравновешивается. В Solo Air давление и сверху, и снизу всегда одинаковое. В стандартном негативной является стальная пружина и сила компенсирующая снизу имеет какое-то свое фиксированное значение. Соответственно, в этом есть как свои плюсы, так и минусы. Основной плюс в том, что силы идеально сбалансированы и работа выходит более плавно. Но минус в том, что клапан на поршне немного усложняет конструкцию, а значит он более требовательный к частому обслуживанию и аккуратной эксплуатации. Поэтому можно сказать так. Для тех, кто желает кататься на велосипеде с комфортом, аккуратно и готов часто обслуживать вилку, идеально подойдет именно Solo Air. А для тех, кто предпочитает варианты попроще и не хочет делать вилки и карты GTO, стандартный вариант. Теперь давайте посмотрим, что внутри. Мы имеем трубку, подпружиненный поршень, негативную проставку и нижнюю заглушку. Как вы видите, поршень имеет особенную конструкцию, а именно дополнительную пружину сверху, предназначенную для открытия перепускного канала. При сжатии вилки нагрузка идет на поршень снизу, он сдвигается вверх, открывая канал и заполняя тем самым негативную камеру. Но как только вилка опять начинает сжиматься, пружинка возвращает поршень на место, тем самым закрывая канал. Снизу от поршня есть проставка для получения необходимого объема нижней камеры. Вернее, это не обычная проставка, а совмещенная с негативной пружиной. В стандартных системах Solo Air проставка имеет жесткий вид, либо в виде резиновой втулки отбойника. Но по результатам теста, данная конструкция показала себя лучше в сравнении с обычной, так как сама по себе имеет некую упругость, дополняющую работу перепускного канала на поршне. Снизу от нее имеем нижнюю заглушку, задача которой удерживать воздух и как втулка направлять шток по верной траектории. По обслуживанию нужно внимательно следить, чтобы внутри камер не было никаких инородных частиц и грязи. Смазка должна быть чистая, без зашлаковки. Картридж работает исключительно на консистентной смазке, все элементы должны быть хорошо смазаны. Если залить жидкое масло, оно просто вытечет вниз картриджа по перепускному каналу на поршне. Но все же, я рекомендую заливать 1 мл жидкого масла, чтобы оно хоть слегка, но было в картридже, как дополнительная смазка. Также важно следить за состоянием штока, недопустимы какие-либо задиры на его рабочей части, так как они будут портить уплотнение на нижней заглушке и воздух с картриджа будет постепенно выходить. По регулировке хода. Мы можем откручивать, закручивать гайку на конце штока. На сколько миллиметров мы открутим гайку, на столько миллиметров хода у вилки станет больше, но обязательно использование контргайки. Также добавлять проставку, и хода станет меньше на величину проставки. Для значительного увеличения хода можно использовать гайку соединительную, либо удлиняющую резьбовую втулку и закручивать уже болтом. Это все основные моменты о данном картридже. Всем спасибо за просмотр и хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok